Здравствуйте, уважаемые зрители! Я рад вас приветствовать на моем канале в моей рубрике «Коротко о главном по здоровью». Сегодня речь пойдет про уксус, яблочный уксус. Я расскажу вам, чем он полезен и даже уникален, как и какие проблемы со здоровьем он решает, каким образом его правильно применять, какой лучше покупать и есть ли противопоказания к нему. Как известно, яблочный уксус – это яблочный сок в прошлом, который прошел ферментацию и превратился в уксус. Вопреки многим верованиям, яблочный уксус практически не содержит питательных веществ, но зато он содержит органические кислоты, и в первую очередь уксусную. И вот она действительно работает по 6-7 главным направлениям. PH у яблочного уксуса примерно такой же, как у нашего желудка – 2,5. Но натуральный, непастеризованный яблочный уксус также в своем составе содержит важные ферменты, которые очень важны для нашего ЖКТ. Уксусная кислота в составе яблочного уксуса активизирует ферменты поджелудочной железы и кишечника, а значит упрощают и улучшают наше пищеварение. Яблочный уксус работает еще как натуральный природный антисептик, подавляя излишнее количество патогенной микрофлоры, например, в тонком кишечнике. Он также стимулирует выработку лейкоцитов в крови, и поэтому является антигрибковым и антибактериальным средством. Хорош он и в лечении ран и кожных болезней. Полезен он и для лучшего усвоения многих питательных веществ, в первую очередь микро- и макроэлементов, а также витамина В12. Многим людям для хорошего правильного пищеварения не хватает кислотности желудочного сока. Особенно эта проблема актуальна с возрастом. А ведь среда желудка действительно должна быть кислотной, для, во-первых, дезинфекции от попадания в него с пищей различных грибков, вирусов и бактерий, а во-вторых, для правильного расщепления пищи, особенно белковой, для расщепления белков на аминокислоты. И вот здесь на помощь тоже придет яблочный уксус, так как он помогает расщеплять белки до аминокислот. Ну и тем самым снимает нагрузку с поджелудочной железы, так как она выделяет, например, фермент трепсин, который как раз расщепляет белки, дорасщепляет. Яблочный уксус просто упрощает и ускоряет процесс переваривания пищи. Клапан между желудком и двенадцатиперстной кишкой, то есть первым отделом тонкого кишечника, должен быть всегда плотно закрыт, иначе будет отрыжка. А яблочный уксус помогает закрыться клапану. Применяйте яблочный уксус, и тогда не только клапан будет закрыт, как и положено, но не будет еще и изжоги. Еще яблочный уксус помогает отводить из желчного пузыря желчь, и тогда не будет вздутий. Еще одна большая проблема современности – это отложение солей кальция в организме. Но это происходит в основном из-за потребления большого количества вареной и жареной пищи, а также воды с высокой карбонатной жесткостью. Ну, попросту люди пьют жесткую воду в основном. И тогда может возникнуть состояние алкалоза. В таких ситуациях необходимо принимать дополнительное количество витамина К2, витамина Д3, кстати, посмотрите о этих витаминах в моем видео, ну и, конечно же, яблочный уксус, который поможет избавиться от отложения солей в организме. Кстати, кортизол, гормон стресса, также приводит к повышению щелочности организма в целом и задержке солей в организме. А это автоматическая потеря калия в организме. Ну а потеря калия – это запоры, повышенное давление, проблемы с сердцем. Яблочный же уксус задерживает калий в организме и тем самым останавливает потерю калия организмом. Если есть судороги в голени, сводят мышцы, дергается глаз, значит, у вас плохо усваивается кальций и магний. Недостаток этих элементов. Тогда стоит принимать яблочный уксус, и кальций будет усваиваться гораздо лучше. Разумеется, для усвоения кальция необходим витамин Д3, и дефицит его недопустим. Обязательно посмотрите это мое видео. А также, дорогие друзья, кальций должен попадать в организм в органической форме в виде цитратов, арогонита, но не карбонатов, помните об этом. И поэтому обязательно ешьте живую растительную пищу, больше зелени и овощей. Все то, что зеленого цвета, содержит много и кальция, и магния. При артритах, артрозах, когда вы принимаете яблочный уксус, боль уходит. При простуде различных ОРЗ, жар уходит при применении уксуса, как внутренне, так и наружне. Прием яблочного уксуса снижает инсулинорезистентность, так как он снижает уровень глюкозы в крови. Тем самым он снижает выработку инсулина, и снижается избыточный холестерин, а также предрасположенность к атеросклерозу. Синтез холестерина всегда происходит при повышенном потреблении калорий, то есть большем, чем требуется нашему организму. Яблочный уксус еще положительно действует при ожирении при лишнем весе. Каким же образом? Очень просто. Он снижает аппетит, потому что снижает уровень инсулина в крови. Тогда меньше голода и меньше хочется есть. Ведь повышенный инсулин провоцирует к постоянному перекусу. А новая порция еды провоцирует выработку инсулина. И так возникает замкнутый круг. А излишние калории от излишней еды всегда приводят к концентрированию энергии в виде подкожного и висцерального жира. Обязательно посмотрите вот это мое новое видео про ожирение и лишний вес. Проводились исследования на людях, которые были на диете с пониженным количеством калорий. Так вот, те люди, которые применяли при этом яблочный уксус, это одна группа, худели быстрее и лучше, чем те, которые не применяли яблочный уксус при том же количестве калорий при той же диете. Но у яблочного уксуса, дорогие товарищи, есть еще много других видов применений. Наружное применение очень разнообразно. Это и применение после мытья головы, для блеска волос, для уменьшения перхоти, для борьбы с грибками. Применяется он и для протирания кожи при различных болезнях, при укусах насекомых, как тоник для лица. И много иных применений есть у яблочного уксуса. Об этом я сделаю отдельное видео для наружного применения. Ну а теперь дозировки. Итак, начать стоит с одной десертной ложки один раз в день на один стакан чуть теплой воды и пить до еды за 10-20-30 минут. Пробуйте, экспериментируйте, какой вариант вам лучше подойдет, но со временем, неделя-две, можно увеличить до одной столовой ложки на стакан воды 2-3 раза в день. Если вы хотите похудеть, то при прочих равных мерах, процедурах, которые вы применяете в диетах, увеличьте до трех раз в день до еды по стакану воды с добавлением на каждый стакан одной столовой ложки яблочного уксуса. Если нет такой задачи, то достаточно два раза в день, скажем, утром и вечером, до завтрака и до ужина. Если питание более калорийное, более белковое, то тогда перед этим приемом пищи следует выпить стакан воды с столовой ложкой яблочного уксуса. Срок хранения яблочного уксуса не менее 5 лет, хотя на этикетках обязаны писать не более 3 лет по закону. Конечно же, вы можете купить яблочный уксус где угодно, ну или сделать самим, а можете купить его у нас, мы его производим, и у нас есть его 4 сорта, сделанные по ГОСТу, выдержанные в дубовых бочках год, и вот на своих экранах вы их сейчас можете видеть, и на нашем сайте nadgard.ru можете приобрести. У нас также есть второй сайт, кто не может по какой-то причине покупать по нашим правилам товары у нас на сайте от минимальной суммы, которая у нас там установлена. Для этого есть у нас второй сайт nadgard.su. Там можете купить на любую сумму, например, только яблочный уксус, если вы хотите, конечно, его у нас приобрести. Помимо разных уксусов, а у нас есть и малиновый, и медовый, и другие, на нашем сайте есть еще много важных и ценных, полезных для здоровья продуктов питания, товаров, приборов, и так далее. Ну а теперь немного о противопоказаниях. Они тоже есть, хотя их не так много. И если уксус натуральный, органический, не пастеризованный, как у нас, то тогда этих противопоказаний, конечно же, гораздо меньше. Тем не менее, я обязан об этом сказать. Во-первых, это если есть язвы, раны, то есть в кишечнике, желудке. Ну тогда обязательно принимайте фукус, цинк, обязательно хлорофилосодержащие продукты, например, спирулину в порошке, хлореллу в порошке, сок проростков пшеницы. Скорректируйте свое питание, применяйте дегидрокварцетин, и тогда у вас пройдут эти проблемы. Другие противопоказания это опухоли почек, печени, тонкого кишечника, ну а также запущенные гастриты. Уважаемые зрители, конечно же, яблочный уксус не панацея, но это очень полезное натуральное природное средство, и при правильном его применении, при соблюдении других мер, ну, которые вам необходимы для достижения, так сказать, результатов, то есть устранения тех или иных болезней, он тоже вам поможет и ускорит, улучшит выздоровление, в том числе. Надеюсь, сегодняшнее видео было для вас полезно, вы узнали много информации, ну тогда поддержите мой канал, ставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, нажмите рядом на колокольчик, тогда вы не будете пропускать выход моих новых видео. Желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия, ну а мы с вами вскоре увидимся, до новых встреч, до новых видео, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok